В администрации Северского района прошло еженедельное рабочее совещание под председательством исполняющего обязанности главы муниципалитета Дмитрия Малова. Основной темой обсуждения стали перебои электроснабжения, вызвавшие в свою очередь и отсутствие воды. Нет электричества, на скважинах не работают и насосы. Практически везде силами местных администраций осуществляется подвоз технической и бутилированной воды. Не коснулась проблема шабановского сельского поселения. Здесь нет централизованного водопровода, местные жители пользуются собственными колодцами и скважинами. Заслушали доклады об условиях работы руководителей предприятий ЖКХ. К сожалению, мало у кого имеются резервные источники питания на случай отключения света. В условиях с перебоями электроснабжения предприятие не может осуществлять подачу водоснабжения и рассчитывать только на запас воды в резервуарах. В случаях отключения электроэнергии запаса воды в резервуарах в летний период хватает на 1-3 часа, в осенне-зимний период 4-6 часов. Дмитрий Малов рекомендовал заняться вопросами приобретения средств резервного энергоснабжения, дизель-генераторов большой мощности, способных питать скважины в отсутствие электричества. Однако стоит все это недешево. Павел Кудрявцев назвал, например, сумму в 15 миллионов рублей. Для организации с имеющимися долгами она неподъемна. А вот в ильских коммунальных системах имеются маломощные источники питания, которые установлены на скважинах, поднимающих воду. Однако спасает это лишь часть населения. Большой проблемой в поселке остается то, что половина поселка питается от резервуаров, наполняемых скважинского водозабора, которые не имеют резервных источников. Соответственно, при отключении электроэнергии эта часть поселка остается без воды. Северское сельское поселение обеспечивают 16 скважин, а в ремонте еще две. Резервный источник питания, дизельная электростанция есть только на одной скважине на всю станицу. В большинстве других поселений резервных источников вообще нет. Это большая проблема в условиях беспрецедентных перебоев электроснабжения. Обсудили также подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 24-25 годов и текущей проблемы сельских и городских поселений муниципалитета.